Из организаторов инициатива принадлежала презентация этой книги, поэмы Жакома Понти принадлежала естественно. Вот, отчер Валерианович Чхаидзе, он основатель принадлежской крупной компании «Братья Асканели», вот он близкий друг Датома Градзе, вот естественно Датома Градзе давно хотел приехать в Россию и лично представить свою книгу, ну вот такой момент создался и он вот перед вами. Представить вам Датома Градзе пришел председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Попов Валерий Георгиевич и вместе с нами вот рядом с Датома Градзе и есть своя мужа, вдохновитель и любовь, супруга Лали Георгиевна. — Лали Георгиевна. — Лали Георгиевна. — Да-да. — Лали Георгиевна. Поэтому задавайте свои вопросы. Те, кто захочет присоединиться потом, собственно говоря, к презентации самой книги, когда соберется Соберутся читатели, почитатели поэзии, какая-то часть грузинского сообщества местного. Назначена сама презентация сборника на 17, 20, 17, 30. Поэтому сейчас я вам представил участников, задавайте вопросы. В принципе, если, Валерий Георгиевич, вы пару слов хотели бы сказать, скажите тогда, поприветствуйте. Я рад, что вы присутствовали при таком важном мероприятии грузинно-русских отношений. И когда поговорили с Груздатой, я поразился, что вот такой потрясающий европейский мужчина, такой элегантный, впервые в мире играет. Валерий Георгиевич, Валерий Георгиевич, он, наверное, объехал все столицы мира, да? А в Петербурге наверняка только что из Рима и Парижа, а в Петербурге в первый раз. Это непорядок. Я, например, был в Белисе раз 6-7 точно и так, и так, и так. С простыми людьми общался, с начальством. А вы... Севидно, вы очень трудно. Да, это ужасно. Надо переходить границу полстров. Вот. И, конечно, вот это то, что дружба наша не проживается, это великое событие, великая радость. Потому что с 15 века, я знаю, нашу дружбу, когда Кахетинский царь Александр Первый прислал посольство ко двору Ивана Третьего. И вот с тех пор дружба, в общем-то, очень тесно. Политики были иногда в сложных отношениях, да? Узнают, что Петр Первый не успел на помощь в Ахтангу, который держал славянский христианский форпост на Кавказе. Бывали такие сложности, но мы далеки, но наша христианская суть, она нас всегда сближает. И не было случая, чтобы русская и грузинская культура как-то конфликтовали. Вот этого я не помню, потому что всегда была любовь, всегда была такая легкая насмешка, потрудливание, застолье, всегда это было великолепно. И стихи великих грузинских поэтов переводили наши великие грузинские, великие поэты, Масернак и прочее, да. И наоборот. И мы обожали смешное и грустное грузинское кино, это был наш бренд. Мы ходили толпаны на эти фильмы, и когда приезжали знаменитые грузинские певцы, мы обожали. Мы все разнали, слушали великолепную грузинскую музыку, даже не понимая слов, но чувствуя, что у них что-то очень хорошее, доброе, гениальное. Вот поэтому без Грузии очень скучно. Не хватает какого-то огня, не хватает какой-то живости в нашей русской медленной жизни, такой тугодумблой. Грузия – это огонь, страсть, темперамент, талант. Вот поэтому сегодня мы снова встретились с этим. И книгу «Датому» гораздо еще приятнее смотреть и читать, потому что он не только следит Россию и Грузию, но и здесь еще мировой контекст. Здесь, так сказать, дух Ренессанса в этой книге. Здесь он как-то в роли такого персонажа мирового, представителя мировой культуры. Поэтому это очень интересное событие. Здесь пируют три культуры – культура России, Грузии и культура Ренессанса. Замечательный переводчик Николай Гольд перевел эту книгу, он сейчас появится. Я считаю, что… Я читал «Гомодарность» по-русски. Я считаю, что хотелось бы услышать по-грузински. Это тоже очень огромная новость. Даже в любых слов, все равно грузинскую лестницу жить – это наслаждение. Надеюсь, это оставить нам наслаждение на двух языках. Так что вот такое радостное событие. Мы все должны чековать, и пресса нас должна быть просто, как говорится, на ушах. Я думаю, пару слов Батча Валерианыч тоже скажет. Вообще-то вот он, помимо того, что известный ненадел, но он еще и известный меценат, без которого ни одно крупное культурное событие в грузинско-российских отношениях не проходит. И если вы помните, вот несколько, или в течение последних, там, трех-четырех лет в Санкт-Петербург приезжал грузинский государственный симфонический оркестр, приезжал балет Сухишвили. В общем, был фестиваль документального кино в Доме кино. Очень много событий. Я думаю, Готча сам лучше мне расскажет о том, что он делает и как он. Да, проекта было очень много. Да, и мы несколько лет делали и делали и делали не грузинской культурой. Выводим в Санкт-Петербурге очень удачно, успешно, и за большим интересом. Очень интересный, так можно микрофоном поставить. Я думаю, что все слышали. Большим интересом проходят. И вот мы с Виктором второй проект осуществили, можно сказать, сегодняшнюю презентацию книги моего друга. И первый проект у нас с Виктором был «Девять солнечных грузин». Выставка была потрясающих грузинских художников, которые родом из Абхазии, они вынуждены переселенцы в Санкт-Петербурге. А сегодня они стали уже великими, известными художниками. И очень был интересный проект. И сегодняшний проект второй, который, можно сказать, что радостью все это. Вот подготовка происходила. И меня радует в этой истории то, что, ну вот посмотрите, Виктор, он осетин. Ну, я грузин. И вот... А то Маградзе тоже грузинит, да? А? А то Маградзе тоже грузинит? Нет, я сейчас говорю, ну, правда, то сейчас и перейдем. Вот мы сидим тут и вместе, совместно создаем какие-то вещи касательно искусства, которые очень-очень хочется показывать. Потому что Россия от темы всегда была сильная слава, что тут разные культуры были представлены. И очень важно, и правильно сказали, Олег Игоревич, вот очень не хватает нашему городу, Петербургу, какие-то представители разных культур, чтобы немножко показать какие-то другие краски. Правильно, да? Да, да. И... Скоро. Но всячески стараемся какие-то показать нашему городу интересные проекты. И очень много было сделано. Но что касается вот дотора Маградзе, я считаю, одни из немногих людей, которым я сам взял желание, к ним подошел, и говорю, давай, сделаем, я поддержу проект на русском языке, и очень хочется, чтобы мы это все показали достойно, красиво, к этим будем делать презентацию. И он с удовольствием согласился. И вот, видите, уже мы сегодня проводим презентацию этой книги. Дату является, он филолог, он... Очень можно эту дату о самом себе расскажешь? Нет, я сейчас не... Вы понимаете, Виктор, сам о себе тяжело говорить человеку, да? Тем более грузинно. Но немножко пару слов скажу. Дату величайший человек, в самом деле. Это человек, который любит вся Грузия. Это человек, который ничего не делает, который как-то национальным интересам не соответствует. Это человек, когда думает, мыслит очень масштабно. Его диапазон – это вся планета. Человек, который любит людей. Человек, который умеет дружить. Человек, который любит свою семью, свою родину. Любит все культуры, которые может что-то предложить и показать интересное. Такой человек, вот такого человека мы сегодня представляем. И очень рад, что вот сегодня я готов находитесь в первый раз в Санкт-Петербурге. Остальное тикло. Я пару слов еще тоже хочу добавить. Я так понял, что все мы получили пресс-релизы. Получили же, да? Но я пару слов все равно скажу. Может быть, несколько биографических таких деталей, что Татумаградзе, Как Гоча сказал, можно сказать, первый художник, первый поэт Грузии на сегодня раз. Он автор национального гимна Грузии 2. И был номинантом текста. И был номинантом в Нобелевской премии 2011 года. Но я думаю, что он еще несколько попыток сделает. И его почитатели сделают несколько попыток. Было бы интересно. Ваш путь в Россию, в Санкт-Петербург? Приветствую вас всех. Почтили нас в сайт присутствия. Хочу выразить свою благодарность. Я впервые в Петербурге. Мы остановились возле Исаакиевского собора. В гостинице «Астория». И у меня такое ощущение, что мы попали не в «Асторию», а прямо в историю. В эпоху Петра Первого. Хочу выразить свою благодарность, что нашли время для поэзии. Несколько лет назад проходил фестиваль поэзии, международный фестиваль поэзии. В Италии, в городе Генла. Я участвовал в этом фестивале. Почему рассказываю? Потому что бродил по улицам этого города и заметил афишу с надписью. «Прохожий, найди время для поэзии». Если перевести вот так, мы будем звучать. Вот навсегда я запомнил эту надпись. Вот хочу поблагодарить вас, что у нас нашли время для поэзии. Остальное, если вас что-то интересует, могу ответить на ваши вопросы. Рост. Рост. Дай мне поблагодарить. Скажите, пожалуйста, тяжело ли поэту быть министром? Спасибо. Это ошибка. Молодость. Да, очень тяжело. Оставаться поэтом и в 9 часов появляться на работе. Очень тяжело. Ну, 3 года уже как-то продержался. Ну, через 3 года подал в отставку сам. Попросил слова на сессии парламента и что-то подал в отставку. Что-то, наверное, в ваши обязанности есть на себе? По-моему, одни и те же проблемы, одни и те же дела и в России будут, и в Министерстве культуры. Чем занимаются? Времени были сложные. Да, конечно, были сложные. Для меня, и не только для меня, для всех были очень сложные времена. Шла война, всякая русская клада, все-таки. Но ничего, выжили. Скажите, пожалуйста, можно я... Вот, Давид Гуджаевич, вот вы поэт, а может быть, вы еще и пис... Ну, имеется в виду писатель-прозаик, вот это вот. Вы совмещаете эти вещи или нет? Нет, прозаик я не занимаюсь. Зато публицистикой, да. Публицистикой, прозаик. А как бы вот, скажите, как у вас отношение к тем людям, которые одновременно пишут и поэзию, но одновременно пишут и прозу? Вот есть такие... Если хорошо, то что-то совершенно искренне. То есть, в России как-то вот очень много, скажем так, я не могу сказать, что много, что я там веду какую-то статистику, но знаю, что есть поэты, которые пишут именно прозу. Ну, они вроде, ну так, неплохие поэты, как бы, считается. Вот меня, Валерий Георгиевич, наверное, так знает больше меня, как бы... Пастернак, например. Пастернак неплохой прозу писал. Да, да. Олег Георгиевич вспомнил великого Пастернака, он писал гениальный стих, и потом написал гениальный роман «Доктор Зевера». Это их дело? Здравствуйте. Хотелось спросить... Вы знаете, был какой-то период такой вакуум, когда очень мало что происходило, но сегодня, я считаю, что все возвращается на свое место. Вот недавно в Грузии проводили была ювелинная дата театра Грибаэдова, и приезжал в БДТ, там, Алиса Фенни, Олег Басилович, группа Большого драматического театра, и очень-очень с большим интересом все это прошло в Грузии. Грузия тоже очень много показывает разные проекты именно из России, и я очень рад этому. Но мы, что касается Петербурга, я говорил, что проводили и проводим, вы видите, не останавливаемся. Каждый год что-то происходит. И очень много проектов было из Сухишвили, БКЗ и Сигванический оркестр, и Золотые голоса Грузии, и Дани Прекландский. Несколько раз привозили дни грузинского кино, в доме кино, в филармонии, в Мариинском театре. Постоянно что-то происходит. Что-то интересное, как находим, то обязательно мы показываем. Но тоже поймите, что любой этот проект требует колоссальной поддержки. И мы это тянем на своих плечах. И иногда комитет помогает по культуре. И очень... Я считаю, что неплохо происходит. Конечно, хочется более активной истории, чтобы это было, знаете, не раз в год, а происходило там раз в три месяца, раз в квартал какие-то проекты показывали. Но думаю, что... Думаю, что некий такой лед тронут, и все произойдет. Я думаю, что все должно реализоваться на своей местах. Скажите, пожалуйста, а Вы здесь реализуете культурные проекты в Гуминске, допустим, в Санкт-Петербурге, а в Грузии Вы реализуете какие-то культурные проекты, вот российские, может быть, театры какие-то привозить или что-то еще? Вот это 70-летие, либо это... Мы тоже поддержали этот проект и участвовали в каких-то нюансах, как я бы сказал. Если обращаются, мы не отказываем. Редко кому отказывают. Если проект интересный, всегда поддерживают. Спасибо. Потому что мы хотим также показать с Виктором, привезти в Грузию художников и сделать хорошую выставку. Есть такие мысли, мы уже общаемся, и думаю, скоро это произойдет. Я надеюсь, в следующий год. Так что, делай. Можно добавить? Да, спасибо. Сейчас, по-моему, самое время восстанавливать культурный человек, потому что государство не участвует в этом процессе. Это очень хорошо, потому что у них свои фавориты всегда. А вот талантливые люди остаются иногда в пыльни, они выдвигают свои фавориты. А сейчас нормальное, свободное пространство. Свободное пространство, прежде всего, от политической конструктуры. Вот это самое главное. Это свободное пространство. Можно еще вопрос? Пожалуйста. Давид Угуджаевич, вот еще такой момент. А вы, допустим, планируете сделать так, чтобы какие-то российские поэты, допустим, приехали в Тбилиси, и вот там можно было бы организовать какую-то, вот, скажем, пресс-конференцию или еще что-то. То есть это вообще планируется так в ближайшее время? В первую очередь, они самые должны зародить. Ну, конечно. А мы будем всячески поддерживать, содействовать? Вот я просто по воспоминаниям скажу, что у меня очень большой друг, это он сам врач, работал врачом. Сейчас у нас связи с ним, к сожалению, потерялись. Тамазы и усилия они. Вот он работал, скажем, в Тбилиси, в институте терапии. Вот это я, насколько я помню, где-то это в начале 2000-х годов. Сейчас вот очень многие связи потерялись. Но дело в том, что вот он, как я, насколько я понимаю, вот он был как меценат в плане того, чтобы приезжали писатели, поэты, вот именно в Тбилиси. То есть в таком плане. Что вы об этом знаете? Может быть, какие-то там проводились? Проводились какие-то дела. Я думаю, что сначала должны проникнуть за ним словом, а не телом. Тело, телом, не так важно. Главное, чтобы стихи прониклились. Телание у всех прекрасное, а стихи важнее, чем красота. Поэтому сначала должны учить стихи, а потом уже приглашать своих, знать кого. Ну, а теперь, давайте. Я отлично. Спасибо, пожалуйста. Тату, скажите, пожалуйста, вот сегодня вы презентуете вашу поэму. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас ее написать, как она складывалась, и что вы мне хотели рассказать, чтобы ближе, тому хочется с вами знакомиться, как ближе с поэмой. И мне задали такой очень сложный вопрос. У вас там выбрали писать. Надо. По-моему, надо прочесть эту книгу. Так в двух словах мне очень трудно передать все содержание. Вот, например, Джакомо Понти назвал я свою поэму. Джакомо Понти, да. Это как фамилия, имя позаимствовал у Джеймса Джойса, у которого есть такая поэма. Джакомо Джойс. Он сам называл. Это произведение поэмы. Потому я так называю. Так что это не совсем поэма, наверное, не классическая форма поэмы. Ну, это что-то Джойсовское. Ну, Джакомо Джойс, почему он назвал, знаете, Джакомо Казанова плюс Джеймс Джойс получается Джакомо Джойс. И потенция плюс интеллект. Потом вот у него получился Джакомо Джойс. Больше ничего не связывает мою поэму с этой поэмой, кроме заглавы. Я взял вот Джакомо Понти. Понти это по-русски так называют Понт. Хороший Понт. Нет, Бост еще. По-италянски. По-италянски. А по-грусски это слово имеет и другое значение. Понт это не факт. Вот. Неправда. Неправда вообще. Понт. Мы положим Понт то же самое. То же самое. Мы заимствовали вас или у нас. Слово общее. И вот где проходит демаркационная линия между реальным и нереальным, нереальным. В общем, я считаю, что это одно целое, духовное, реальное жизнь. Без демаркационной линии. И, между прочим, если будет вам интересно, я буду сказать, что в течение 10 лет я находился в оппозиции. И вот все мои эмоции. Очень приятно. Вот главный виновник признал сегодняшний вечер, автор русской версии, это Ибай. Не в том, что ты скажешь. Не хочешь сказать что-то? А поэли как-то и приводил, что чувствовал. Да нет, но это очень важно. В общем, я скажу, что поэт, наверное, с моей точки зрения, поэт ищет день восьмой, семидневной недели. Нашел я, не нашел, приблизился к восьмому дневниру, того же я вам судить. Главное для меня, что сегодняшний вечер очень важно для меня, потому что для меня огромная честь представить мою книгу русскому читателю, потому что русский читатель, русское общество воспитаны на русской литературе. А русская литература для меня, не только для меня, но и для меня тоже, это чудо такое же, как итальянское живописи или античная рация. А мы, как читаем, Амираджеви помнят. Все русские читатели читали Тибара Амираджеви. Это был бесед. Да, наш ли был, безусловно, бесед. У меня вопрос есть. У вас на регионе трудно быть мужой, поэтом и живой одновременно. Очень. Расскажите журналистам. Расскажите, расскажите. Я очень готова. Вопрос есть. Искренне расскажите. Искренно нельзя. Для печати. Официально нельзя. Не для прессы. Ну, на самом деле, журналистами вообще трудно быть. А тем более, грузинскими журналистами это еще труднее. А музы, наверное, легче. Так что у меня есть приятность, полезность. Это совмещается. Ну, наверное, получается раздумать. Молчайте, молчайте. Я тоже так считаю. Сегодня я приведу в СССР. Есть еще какой-то вопрос? Да, можно еще? Журналистам, да. Скажите, пожалуйста, вот сегодня как-то сложился разговор, что даже не хочется какие-то политические моменты или что-то такое спрашивать. Все время хочется говорить о поэзии. А вот я вам говорю, что, наверное, такая вот, может быть, волна как-то идет от вас, что хочется говорить о поэзии, о чем-то хорошем. Нет никаких даже вопросов таких, которые можно было задать. Вот как, ну, что ли, не провокационных никаких. Потому что как-то вот эта книга, я так просто ее взял в руки. Но, знаете, есть еще такое чувство, как биоэнерготерапия, что ли, вот так вы, наверное, знаете. Вот она как-то действует хорошо на человека. А если ее прочитаешь, я не знаю. Вот я еще, конечно, хочу прочитать. Ну, уже хорошо действует. Так что спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо вам большое. Я считаю, что культура имеет свою собственную дорогу. И по этой дороге ни один президент, ни одно правительство, никто никогда не сможет поставить милитаристический блокпосты. Это свободное пространство. Это должно быть остаться свободное. Свободное, прежде всего, от политической конструктуры. По-моему, начался новый этап нашего культурного отношения. Вот мы с Поповым сидим, Николай будет присутствовать. Я политикой никогда не увлекался, честно скажу. Даже министром не было. Потому что для председателя это уже страшно. Все впереди. Нет, все позади. К счастью. Все соблазны, куда нет. Круг министратуры. У журналистов еще есть вопросы, да? Перейдем к вам поездку. Все больше уже слушателей не собирается. Все больше не собирается. Дефективе поездки. Ну, дело в том, что у нас, как бы, первая часть была связана с проведением резких конференций для журналистов. Может, небольшой брейк сделаем? 10-15 минут. Сейчас соберутся все гости. Не будем отпускать гостей? Нет, нет, отпускать не будем. Давайте говорить. Политика – не мое призвание. Я, ну, да, это Путин говорит. Вопрос. Да, я отвечаю просто. Не мое призвание, но… Вопросом, да? Иногда приходилось участвовать в политическом процессе. Иногда. Я всегда оставался бесплатным. Проходилось тогда, когда политикат пересекается и рамки, и линии, и врыв. Врывается в жизнь. Я всегда оборонялся. Не нападал ни на кого. Можно, да, вопрос? Пожалуйста. А песенные тексты, вот, я так понимаю, что вы тоже пишете, да? То есть вы, как поэт, пишете тоже песенные тексты, да? То есть, ну, конечно. Нет. Или нет? Просто я учал, вот, когда объявили конкурс, вы имеете в виду… Ну, да, то, что… Да, 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 да. А вот я тогда решил участвовать в этом конкурсе. Объявили конкурс. Создали комиссию государственную. В этой комиссии выходили очень, очень, даже талантливые, замечательные. И вот так вышло, что выбрали мой текст. Эта комиссия выбрала мой текст. А так это… Это, можно сказать, первый, да, у вас такой… Первый, но, по-моему, последний. Вроде бы гимн не собирается менять. А между прочим, если написали, что автор текущего… Человеки. Ага. Ага. Можно сказать, что у вас… Скажите, пожалуйста, вы сказали, что необходимо, чтобы культура была свободна от политики, а вот как, ваше мнение, как этого добиться можно? Как? Как этого можно добиться, чтобы культура была свободна от политики в стране? Наверное, сложное дело, но надо добиться. Я, ну, вроде, не могу никогда добиться, чтобы политика мной заинтересовалась, никак никакого внимания не обращаясь. А труднее добиться, чтобы в акте отвел свои лапы политика. Ну, надо долго добиться. Но если политикой займутся культурой, это будет, ну, по-моему, хорошо для всех. Это не смысл? Да. Думал в гости. У меня есть такое ощущение, что скоро попросят специи. Не знаю. Вы понимаете, что все грузины умеют петь? Или есть исключения? Да, то великолепно петь. Ну что, русские романские? А, да. Великолепно. То есть, все грузины мое замечательное. Да. Что я говорю? Не бывают грузины без слов. Бывает. Бывает. Рядом? Рядом. А так же, как русские соски. Жеков. 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 Сپ abroad. Жеков. Бейтар Participant. Я прощала по отчету. Шеков. Б mitig. Б tranqu甫. Жеков. У roots Гал examineка. Жеков. Продолжение следует...